График выемки написан. Шерифт Брайля Юрий Юрченко осваивает не первый год. Пришлось. 27 лет назад в несчастном случае благовещенец лишился зрения. Несмотря на трудности, живет активной жизнью. Вот и сейчас сам пошел на почту. В офисе на Пролетарской установлены таблички с шерифтом Брайля. Они помогли инвалиду самостоятельно сориентироваться в отделении. Встал в дверях и стоишь, и кричишь. Ну-ка, девушки, где мне конверт купить? Ну, а так я прочитал уже, знаю, что вот туда, вот там, допустим, к окошку к третьему, там можно купить конверт. В четвертом окошке там, допустим, можно заплатить за комуслуги. Таблички с шерифтом Брайля – это еще не все изменения. Для людей с ограниченными возможностями здесь и низкие борты перед окнами операторов для удобства общения, и новая мебель. Оборудование приобретали в Москве. Почти три месяца ушли на модернизацию офиса, а их в области обновили не один. Говорят, в Амурском филиале Почты России. Ремонт отделений связи – это одно направление. Оборудование отделений для мобильной группы – это другой проект. Там отделений связи гораздо больше. Мы только в прошлом году отремонтировали 17 отделений по нашей области. В этом еще в планах порядка 20. Не только инвалидам по зрению, но и колясочникам. Теперь удобно платить коммуналку или получать пенсию на Пролетарской. Подъехать к зданию филиала им поможет пандус. Попасть на него – сотрудник почты. В отделении оборудовали кнопку вызова. Все эти изменения для того, чтобы 19 тысячам благовещенцев с ограничениями по здоровью, говорят почтовики, было бы жить чуточку проще. Любовь Чуприна, Андрей Белый, программа «Город».